13 ноября проследительская акция Казанского федерального университета прошла в Доме культуры города Агрыс. Большой праздник науки собрал более 500 участников. Нам очень приятно встречать университет. Впервые такое масштабное мероприятие. С трепетным волнением ожидали. Но четко поставленные задачи университетам по организации сделали так, что сегодня у всех хорошее настроение. Полный зал наших учащихся. Особенно это интересно для наших выпускников, которые буквально станут через несколько месяцев перед выбором будущего вуза. Я думаю, я уверена в этом, что вот эта встреча, она ускорит процесс определения своей будущей профессии и выбора вуза. Вниманию местных школьников была представлена увлекательная программа, рассказывающая о самых интересных научных достижениях современности. Это просто нереально. Я когда узнала, мне было очень радостно. Я студент университета талантов. Мы разговаривали с моим наставником. Она говорит, вот, говорит, есть же что-то. И мы очень обрадовались, когда узнали, что КФУ сюда приезжает. Будет интересно узнать новое. Для гостей прозвучала лекция об оказании первой медицинской помощи. Приковала внимание школьников тема «Может ли чужой стать своим?», а также роботизированные и аддитивные технологии в биомедицине. Активное участие школьники приняли в интерактивах. Каждый желающий смог написать экономический диктант, проверить себя на знания истории нашей планеты, а также определить минерал. Творческие интеллектуальные игры на логику, воображение и смекалку представил Музей истории КФУ. Наш город такими мероприятиями не избалован, поэтому нам это действительно очень интересно. Факультеты КФУ, я думаю, окажутся очень полезными в выборе дальнейшего пути. С образовательной деятельностью вуза школьников ознакомила приемная комиссия. На самом деле КФУ был одним из основных вузов, в которые я хотел поступить. Еще после девятого класса я узнал, что там есть школа при самом КФУ, но я не смог это сделать, поэтому я сейчас нацелен поступить туда уже после одиннадцатого. Мне кажется, вообще очень интересно получить такой опыт, даже не только тем, кто хочет поступить именно в эту университет, а вообще ученикам полезно. Всякие викторины. Здесь вот мы только что викторину прошли, нам очень понравилось. Кроме того, жители Агры запорадовала программа с вокальными и танцевальными номерами от студентов КФУ. Мы очень рады, что у нас очередной точкой, очередным городом в республике Тарстан оказался Агрыз, куда мы привезли свой научный десант. И то, что наш праздник, 215 лет университета, мы празднуем вместе, вместе с нашими районами, это очень дорогого стоит и очень много для нас значит. Тур научной десантки КФУ по городам республики продолжается уже на протяжении трех недель. Куда команда вуза направится далее? Следите за нашими новостями. Валерия Муратова, Лев Халиулин, Универньюс.